Всем привет, меня зовут Артём и вы смотрите Cut the Crap TV. Это случилось! Наконец-то вышел первый трейлер долгожданного Человека-паука 3. Фильм уже выходит в декабре, первый трейлер выходит за несколько месяцев до релиза картины. Вообще такой впервые, наверное, с Человеком-пауком, потому что, ну это слишком важный персонаж, слишком популярный персонаж, чтобы так долго тянуть с трейлером. Мы этот с вами трейлер ждём давно, если вы подписаны на мой канал, то вы знаете, сколько уже было новостных выпусков, в которых я рассказывал о том, что трейлер уже скоро, что он утёк в сеть. Недавно я общался с Кюбайтом, он мне рассказывал, что в этом трейлере было, потому что он вроде бы как видел эту утёкшую в сеть версию. Всё. Все эти спекуляции, все эти сливы, все эти наши догадки можно завершать, потому что трейлер вышел, и сегодня мы его посмотрим. Я его ещё не смотрел, видел только один скриншот, который повторяет арт, который я показывал вам до этого в одном из новостных выпусков, который рисовала Тесс Sky Witch, если не подписана в Инстаграме. Зайдите, посмотрите её страницу, у неё крутые арты. Разбор, конечно же, будет, но сначала нужно посмотреть трейлер и понять вообще, насколько там много материала, сколько предстоит работы. Вообще, что я ожидаю от этого трейлера? Наверное, самое главное ожидание — это мультивселенная, это старые персонажи, старые пауки, естественно, Гарфилда и Магуайра. Самое интересное — это как вот они предподнесут события после Локи. То есть в Локи, получается, грубо говоря, уже запустилась мультивселенная. В Локи он уже попал в какую-то новую вселенную. И вот что же будет здесь? Будет ли здесь намёк на то, что это тоже уже новая вселенная, тоже уже что-то переписанное? Либо же это какой-то сейчас будет приквел, который вот подведёт к этим событиям? Ещё я очень жду, что в этом трейлере покажут нам всё-таки новый костюм, о котором мы долго уже говорили. Костюм с магическими способностями, способный там воспроизводить или как-то создавать руны. Вот этот чёрный магический костюм, который якобы ему, ну, как-то подбанит Стрэндж, либо он его проапгрейдит, либо они вместе его сделают. В общем, неизвестно пока. Я очень жду, что в трейлере хотя бы покажут часть этого костюма. И судя по тому, что говорил Кьюбайт, этот новый костюм, он похож на Железного Паука. И это круто, ведь кто не любит механических роботов, как в Мехарене? Мехарена — это динамичный шутер 5 на 5. Простой, но в то же время драйвовый. Садишься в Меху, бегаешь или летаешь по карте и стреляешь по врагам. Киллов много, а на карте постоянный экшен. И выглядит это всё действительно приятно, да и без проблем работает на любом девайсе. Здесь каждый игрок сможет подобрать меху под свой плейстайл. Можно взять здорового парня с бронёй и нацепить на него тяжёлые пушки. Или наоборот, быстрого с пулемётами. А может, летающего с ракетами? Вы не ограничены. Создавайте интересные и удобные вам комбинации из мехов и оружия и кастомизируйте их. Выносить врагов ведь надо со вкусом. Можно как красить своих мехов, так и наряжать в различные скины. Лично я люблю динамичные битвы, поэтому мне понравилось гонять на киллшоте. Он быстрый и наносит много урона своими лазерами. Игра вышла совсем недавно, поэтому там сейчас ивенты с халявой проходят. Не упусти, игра совершенно бесплатна на Android и iOS. А по моей ссылке в описании вы получите скин Милспек, 500 айкоинов и 70 тысяч кредитов для лёгкого старта. Ладно, погнали. Ух, там как-то вагоны прям аж закручивались. 12+, окей. О, они такие взрослые. Стебётся над Повком. Внизу дурдом. А, вот это предыдущие, да? Павлика янами номер один, враг. Это не я убил Мистерио, это были дроны. А дроны-то твои. А-а-а, Эдит, наверное, на него перезаписано. В смысле? Прикол, дроны его реально, я даже не задумывался. Тебе больше не нужно прятаться и обманывать. Тебе я не хотел врать. То есть... А как признаться, что ты человек-паук? То есть все знают. Теперь это известно. Вау! Ну, это, походу... Это что сейчас было? Морбиус? Это Дракула, как это было. О, как всё... Ну, как и говорили, как мы думали. Вау, всё в снегах. Прикол, пуховик у него с плащом. Мы оба спасли вселенную. Стива, а что странно? О, вот он, вот он, вот он. Как чёрная пантера прям. Новый костюм был. Потому что вы сможете вернуть всё, как было. Прошу тебя, только не заклинание. Это слишком опасно. Ладно. Не буду. Пусть весь свет забудет, что Питер Паркер человек-паук. Как веселее. Вау. Пусть не все забудут. Нет. Как мы говорили, реально, это же прям вот... Ну, тогда ведь и МГ всё забудут. Что единственный вариант... Ну, ладно. А как же, нет, он мой лучший друг. И тетя моя не должна забывать. Самолчи уже. Разрывы какие-то были. Что это было? Походу, что-то пойдёт не так, может быть. Малоизвестно. Мы нарушили стабильность пространственно-временного континуума. Они? А как же Сильви? Вау, это от кадра. Я думаю, что ты хочешь прожить две разные жизни. Чем дольше это продолжается, тем опасен. Железный, как будто обновлённый был. Ааа... Ну нет, не из старого фильма. Будь осторожен в своих желаниях, Баркер. А чё Кьюбс об этом не говорил? Охренеть. Молодой. Просто жесть. Малина молодой. Как будто он этот... Нет пути домой. Он реально, вот даже в той же одежде, в которой он был в этом самом, во втором Человеке-пауке Сэма Рэйми. Фух. Вот это было мощно, вот это было круто. Но мало, конечно, деталей сюжетных, но это круто. Это круто, что мало сюжетных деталей, потому что... Спекуляции. В этом самая суть, да, вот этот вот... В этом самый азарт ожиданий, потому что мы теперь можем спекулировать и думать, чё будет, чё будет. Кайф. Очень понравился мне трейлер. Он такой прям... Вообще ничего не раскрыл, грубо говоря, ничего не показал, но в то же время дал вот этот простор. И мультиселенная, и Доктор Стрэндж, который стирает воспоминания. И видели, как там всё развалилось? Давайте сейчас ещё раз посмотрю на английском, чтобы уж наверняка включу ещё субтитры, чтобы было видно всё. Та-дам-та-дам. Человек-но-паук. О, смотрите, это очень хороший. Многие предпочтуют, что Паркер's powers include the male spider's ability to hypnotize females. Стоп, come on. Да, мой спайдер-лор. Мой спайдер-лор. Я не могу сказать, что я здесь весь день. Это так crazy. Это так, ребята. Спайдер-мен. Это, в fact, Петер Паркер. Ну, это, по ходу, проложение сразу прям. Нет, не убил Мистерио. Дроны это было. Дроны, которые твои. Опять нам этого, блян, Мефис-то целый. Нет, да, похудевший такой. И он такой расстроен. У меня такое ощущение, что он тут реально пойдет по этим. Почему у меня снег этот интересный? Пожалуйста, мы спасли универсу вместе. Я думаю, что мы с тобой называем, мистер. Окей, Стивен. Это ощущается странно, но я позволю. Надо бы сказать ему, доктор, надо меня звать доктор. Блин, костюм этот такой клевый. Он тут говорит, именно этот, это заклинание. Не просто без заклинаний, а именно этот заклинание. Wait, everyone? That's not how the spell works. So, MJ is going to forget about everything we've ever been through? Stop tampering with the spell. Oh my God, Ned, he's my best friend. My aunt May should really stop talking. Вот это на Локи очень похоже. Там кадры такие же были в 6 серии, когда он в замок Канга мы проникали. What just happened? В это Рождество. Вообще, все просто разрушается, меняется. Вот это вообще черно. Так какая-то проблема. Вот он такой озабоченный, этот Стрэндж. А вот тут кадр надо будет рассмотреть подольше. Джордж Вашингтон Бридж. Be careful what you wish for, Паркер. Походу, все просто поменяется, наверное. Hello, Питер. В смысле, Питер? Так он не должен его знать. Как? Как? Он же не так выглядит. Должен быть Магуайр. Он не знает этого Питера. Ну ладно. Вообще, просто, ну, крыша с нос, крыша с нос. Короче, как вам? Я прям уже жду ваши комментарии. Вообще, просто начинается новая эпоха, новая эпоха супергеройских фильмов. Потому что, ну, вот это вот со старыми персонажами, ну, это next level. Ну, как бы, тут даже не о чем говорить. Наши догадки выходят просто на какой-то запредельный уровень. Теперь мы можем сами делать, наверное, сериалы What If? И предполагать, что же может выйти, кто еще может появиться, кто может вернуться. Я думаю, нет уже даже, уже даже нет сомнений в том, что вернутся и Тоби Магуайр, и Гарфилд. И все то, о чем ходили слухи, будет в этом фильме. И будет срывить голова. И, в общем, все это мы увидим однозначно. Все-таки, если мы увидели Отто Октавиуса из Сэма Ревеневского фильма, то, я думаю, дальше будет только больше. В общем, ждите разбор, не буду сейчас ничего спойлить. Сегодня мы просто его посмотрели, насладились, удивились и кайфанули. Надеюсь, вы тоже кайфанули вместе со мной, поэтому ставьте большие лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите разбор. Ну, а на этом все. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось. Новое видео уже на подходе. Cut the crap. Мы режем киноленты.